Я не знаю, как у вас в школе обстояли дела с физикой, но после сегодняшнего видеоблога я уверен, что ваше отношение к ней изменится в очень большой степени. Дело в том, что все упражнения, которые вы делаете на уличной спортивной площадке, так или иначе завязаны на ньютоновскую механику. И именно эта механика определяет, будет то или иное упражнение эффективным для той или иной группы мышц. Привет всем, с вами снова Антон Кучумов, мы находимся в парке Северная Тушина. И начать сегодняшнюю тему я бы хотел с рассмотрения схематичного изображения человечка. Вот оно слева от меня. Красным обозначены все основные суставы, потому что именно в них и происходит движение. Как вы знаете, наши мышцы крепятся к костям с помощью сухожилий. И наш организм устроен таким замечательным образом, что в каждом суставе есть две группы мышц, антагонисты, позволяющие осуществлять вращение в противоположных направлениях. Вращательная нагрузка, которая приводит все в движение, называется моментом силы. И она равна произведению самой силы на ее плечо. В данном случае под плечом понимается кратчайшее расстояние от линии, вдоль которой проходит сила, до оси вращения. Именно на основе этого знания и строятся всевозможные рекомендации по поводу того, как можно, меняя положение рук или положение хвата, изменять нагрузку, двигать ее, допустим, с грудных мышц на трицепс или с бицепса на спину и так далее, так далее, так далее. Давайте рассмотрим это все на конкретном примере. На примере отжимания от пола со стандартной постановкой рук на ширине плеч или шире. Вот они тоже схематично изображены на картинке. Как мы видим, сила тяжести действующая на спортсмена проходит через три сустава. Через плечевой, через локтевой и через лучезапясный. При этом при прохождении через каждый последующий сустав она уменьшается. То есть основную нагрузку мы получаем на плечевой сустав. И таким образом в большей степени работают грудные мышцы, отвечающие за его приведение и отведение. В то же время трицепс нагрузку недополучает, поскольку нагрузка, идущая на сгибание-разгибание в локтевом суставе, минимальна. Можно ли изменить технику выполнения данного упражнения таким образом, чтобы увеличить нагрузку на трицепс? Конечно. Как мы знаем, для этого достаточно создать вращательный момент, направленный на сгибание в локтевом суставе. Тогда мышцы трицепса включатся в работу для того, чтобы противостоять этому движению. Чтобы добиться этого, необходимо создать плечо для силы тяжести относительно локтевого сустава. И это можно сделать, например, сместив руки ближе друг к другу, как показано на картинке. Со стороны может показаться, что мы ничего не сделали толком, просто немного изменили положение рук. Но при этом мы создали вращательный момент и намного увеличили нагрузку на трицепс. То есть сделали упражнение более целевым, если ваша задача тренировать именно руки в отжиманиях, а не грудные. И таких вот маленьких вещей очень и очень много. И поэтому вам действительно стоит заняться изучением физики и биомеханики. Просто для того, чтобы понять, как устроен ваш организм, как он работает, и как сделать упражнения, которые вы выполняете на площадке, более эффективными. Потому что чем более эффективные упражнения вы делаете, тем меньше времени вам нужно будет проводить на тренировке. Не обязательно делать по 100 одинаковых обычных отжиманий от пола, если вы можете значительно увеличить их нагрузку. Вы сможете делать в 5 раз меньше повторений и получать тот же результат. И это здорово, это то, к чему надо стремиться. Особенно, когда у вас не так много свободного времени для тренировок. Вот, наверное, и все, что я хотел сказать сегодня, поэтому подведу небольшие итоги видео. Во-первых, изучайте физику. Это реально очень крутая тема. И вне зависимости от того, учитесь вы сейчас в школе или в университете, или уже давно закончили все это дело, откройте школьный учебник по физике, прочитайте его от корки до корки, и вы увидите, сколько полезной и интересной информации он в себе таит. Во-вторых, вектор силы, о котором я вам сегодня рассказал, это одна из тех вещей, знание которой отделяет людей, которые получают результаты и получают их довольно быстро, а тех, кто может годами ходить на площадку или в тренажерный зал и фактически не меняться ни в силовых показателях, ни во внешности. Таких вещей очень и очень много, и мы постараемся в рамках нашего видеоблога, в рамках нашего канала рассказать о большинстве из них. Но все равно все в первую очередь будет зависеть от вас. Поэтому занимайтесь саморазвитием, читайте учебники, читайте научные публикации, забейте на популярные сайты о фитнесе и советы гуру. Вот такие вот дела. А с вами был Антон Кучумов, увидимся в следующих видео. Как и всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, предлагайте свои темы для будущих выпусков. Увидимся!